Министерство информации Министерство информации Министерство информации обязательно должны доказать, что нет, не убиваем. Есть много всего другого интересного в Израиле, которое с самыми разными формами мы постараемся донести до людей в разных странах. В любом проекте выражение «кадры решают все», оно чрезвычайно справедливо. То есть любую политику и правительство, и ваше министерство будут проводить люди, конкретные люди, которые должны быть специалистами. Они есть в Израиле, они далеко не всегда на государственной службе, и поэтому здесь, конечно же, при определенном бюджете можно наладить через конкурсный отбор работы с частными фирмами. Я не думаю, что кого-то удивлюсь. Скажу, что такие компании имеются в разных странах мира. Циники говорят, что им все равно, что продавать, хоть носки, хоть Израиль. Я не думаю, что я до такой степени циничен. Это должна быть компания, которая понимает, что именно у нее находится в руках. И я думаю, что сочетание того, что будет более серьезная, более строгая координация среди тех, кто относится к государственному аппарату и сотрудничество с какими-то частными фирмами, все это вместе может действительно немножко измерить картину. Будет ли ваше министерство работать на русском языке? То есть будут ли какие-то проекты рассчитаны на выходцы из бывшего СССР в разных странах? Конечно, у нас не министерство дискриминации, а министерство информации и по делам диаспоры. Понятно, очень легко сказать связи с диаспорой, и сразу все под этим понимают Нью-Йорк. Но естественно, что есть англоязычные, русскоязычные, франкоязычные, и это я беру только наиболее крупные общины, испаноязычные, еврейство. И здесь, с одной стороны, надо строить направление работы, с другой стороны, такие дески, которые бы с разными странами работали. То есть здесь должно быть все сбалансировано, и если мы хотим, чтобы был какой-то положительный эффект, и избежим фразы бывшего русского политического деятеля «хотели, как лучше получилось, как всегда», то тогда можно будет, я думаю, построить эту работу, как я уже сказал, и в разных направлениях, и на разных языках, и с учетом специфики в разных странах. Личный вопрос. Драйва хватит на вот такую очень сложную и большую работу? В КНЕС эти вот уже сколько лет? Почти? Ну, 13. Я очень надеюсь, что да, тем более, что всегда полезные перерывы и определенная смена направления в правительство, я возвращаюсь после 10 лет отсутствия в правительстве, как министр, правда, в какой-то момент был и заместителем министра, так что пока драйв есть, и я должен сказать, что вначале было немало таких замечаний, ох, создают какое-то министерство, лишь бы еще один портфель. То, что сейчас вырисовывается, намечается, на мой взгляд, действительно одно из наиболее интересных министерств, с большими возможностями, в то же время и с большой ответственностью, и об этом меня тоже предупредили, что теперь ты будешь одним из классических козлов отпущения, как, чего, плохо про Израиль, значит, ты виноват. Но я думаю, что самая показательная здесь реакция специалистов, которые этим занимаются, есть злопыхатели, но именно те, кто в самых разных структурах, МИДе, Армия обороны Израиля, Министерство главы правительства, слышат о создании такого министерства, первым делом говорят, как здорово, наконец-то есть шанс что-то изменить.